Писать грамотно – это модно. Таков официальный девиз ежегодной акции «Тотальный диктант». Образовательный проект, зародившийся в Новосибирске в 2004 году, вышел далеко за пределы России. В минувшие выходные его написали более 500 жителей Ивановской области. Одна из 11 площадок – библиотека для детей и юношества. «Диктант 2019» написал Павел Басинский. Это российский писатель, литературовед, критик. «Текст достаточно сложный, где присутствует большое количество авторской пунктуации. Я думаю, что люди с ним справятся. Очень приятно, что мы сейчас уже видим, что большинство людей пришло на эту акцию. Очень много людей, которые приходят каждый год». Формат акции ничем не отличается от школьного диктанта. Ивановская область писала третью часть диктанта, посвященную пьесе Максима Горького «На дне». «Проверяем. Частое упоминание Сибири наводит на мысль, что Лука или сектант или бывший каторжник, отсутствие у него паспорта, что возможно, и беглый». Вернуться за парту и вспомнить правила правописания пришли не только студенты, но и люди в возрасте. После первого прослушивания кажется, что ничего сложного в тексте нет. Но когда начинаешь переносить его на бумагу, сомнения возникают даже у самых образованных людей. «На тотальный диктант я прихожу уже в третий раз. Считаю этот день праздником русского языка. Поскольку сама являюсь учителем русского языка, филологом, не скажу, что я пишу отлично, даже являюсь учителем. Есть трудности, определенные сомнения есть, но невозможно знать все на отлично. Это только толчок, это только стимул к тому, чтобы постигать все новые и новые темы, в которых ты чувствуешь какие-то свои сомнения». Пожалуй, самое сложное в тотальном диктанте – пунктуация, длинные авторские предложения, пестрят запятыми и тире. «Моя тетя меня пригласила с ней сходить. Вообще, ну, я очень люблю русский язык, в принципе. Я думаю, неплохая возможность попробовать. Я никак не готовилась. Я, в принципе, в школу хожу до сих пор, поэтому, ну, я думаю, я не боюсь ошибок. Это же все-таки развлечение больше какое-то – посмотреть уровень свой». Все работы проверяют опытные филологи в строгом соответствии с авторским текстом и возможными вариациями написания. Результаты опубликуют после 17 апреля на официальном сайте тотального диктанта. Организаторы акции призывают не расстраиваться из-за допущенных ошибок, а постараться восполнить пробелы в знаниях. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.